Местный историк-краевед, директор музея Гаврилов, поведал, что посадка появилась здесь не так давно. Сосенки и березки высадили 50 лет назад. Пьяным лес сделался на трех участках. И, по словам краеведа, местные придумали простое и самое популярное тому объяснение невероятной силы вихрь 1971 года. Только почему ураган согнул, а не поломал несчастные деревца, все помалкивают. Прознали про чудной бор столичные искатели паранормального. Гаврилов помнит, как московские гости расчехляли аппаратуру и деловито доставали электронные компасы. Как бы трезво оценивая загадки пьяного леса, заезжие экстрасенсы наказали чистить энергетику мертвого места. Якобы здесь и техника отказывается работать, и голова. Но чувствуется, что этому лесу плохо. Вырасти такой лес 2000 лет назад без внимания не остался бы. В те времена Рязанскую землю населяли языческие племена финно-угорских народов. Это они оставили нам в наследство живучие имена рек и озер. И сегодня мы произносим Ака, Пра, Ермиш, Мокша, Унжа, не понимая ни единого слова. Народы эти вели с лесом свой разговор, развешивая на ветвях вековых берез ленты-узелки. За древних фену-угров сегодня говорит краевед Гаврилов. Там зародился вихрь. Вихрь у нас живое существо, которое можно убить, с которым можно сражаться. Но вихрь зародился именно на том месте, где когда-то в древности произошла битва двух соперничьих колдунь. Колдовские силы причисляли лесу славяне. Мол, укрывались в нем соловей-разбойник, рыскали волки, хозяйничал косолапый. Совсем недоброе чудилось людям в Чищобах, среди вывороченных корней. Историк Василий Ключевский утверждал, что русский человек никогда не любил своего леса. Лес – это темное царство одноглазого лешего, злого духа-озорника, который любит дурачиться над путником, забредшим его владения. Современная наука пьяный лес вниманием не обошла. Ученые-географы Рязанского государственного университета имени Есенина взялись поразмыслить и приблизились к разгадке тайны Шиловского криволесия. Чтобы понять суть явления, нужно познакомиться с сосной поближе. Сосна не вскрывает своего возраста и пилить ее ради этого не нужно. Достаточно посчитать число мутовок. То есть мест на стволе, откуда дружно во все стороны растут в ветке. Вот, приглядевшись к соснам криволесия, специалисты кафедры физической географии РГУ обратили внимание, что с высоты 2,5 метров гнутые стволы сосен дружно выпрямляются, выдавая серию из 35 мутовок. У местных краеведов, у всевозможных любителей поговорить об аномальных явлениях возникали мысли. Может быть, нечистая сила постаралась. Однако, поверьте, научные открытия иногда гораздо интереснее, чем попытка привлечь потусторонние силы. Ученые делают вывод, что примерно с 1980 года в жизни пьяного леса наступил период трезвости. Нижняя искривленная часть ствола содержит запись о 5-6 необычных годах в жизни леса, когда невероятная по мощности сила заставила молодые деревца расти верхушкой на запад. Перед нами настоящий природный факт, запечатлевший в дереве доказательство того, что примерно в 1975-1980 годах был период, когда были очень снежные зимы, и когда огромное количество талого снега запитывалось в грунт. Это вызвало плащеобразное сплывание массива песка, и из-за этого молодые сосны, только что посаженные на этом участке, еще не имеющие глубоких корневых систем, были вынуждены клониться в сторону запада к оке. Каждое лето после того, как уровень грунтовых вод падал, они устремлялись снова ввысь, затем еще раз год их влажный наклонял в сторону оки и опять. И вот закончился этот период примерно в 1980 году, когда олимпийский мишка устремился в стратосферу. Пьяный лес сегодня рассматривается как претендент на включение в перечень объектов природного наследия Рязанской области со статусом памятника природы. Лесорубы не особо зарятся на извилистые стволы, из которых ни избы не сложить, ни горбыля напылить. Правда, лес этот могут просто спилить, а на рост части высадить новый, по возможности прямой. Потому ученые и озаботились вопросом охраны гнутого бора кривыми стволами, запечатлевшего информацию об изменении климата в 20 веке. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город».